Добрый вечер, Ольга. Всем еще раз добрый вечер. Сегодня у нас 11 сентября. Дата такая довольно известная, где-то немножко печальная, имею в виду про башни-близнецы 11.09. Ну, две единички тоже хорошо. Итак, давайте начнем. Меня зовут Алексей Иномович. По образованию инженер-программист. С 2017 года являюсь партнером по продвижению технологий Юницкого. Одно из основных направлений в разработках, в многогранных наработках Анатолия Дарвича является транспортная система. Начнем с проблем в транспортной сфере. Для многих здесь присутствующих, картиночка эта уже известна. Ну, в общем-то, пробки, аварии на дорогах. Невозможно. а это я отключу свое видео, видимо, связь сегодня не очень хорошая. Ну и продолжим. Первая проблема, да, это на дорогах общего пользования среди граждан, вторая проблема, это именно в логистике, то есть, в общем-то, товары мы находим в интернет-магазинах за минуты, оплачиваем их также за минуты и потом ждем неделю, две, три, а то и больше, пока к нам доставят данный товар. Поэтому проблема не только в передвижении людей, но также проблема в передвижении грузов. Ну и это в целом, естественно, есть проблемы, связанные с окружающей средой, то есть, где-то есть страны, которые борются со снегом, есть страны, которые борются с песком, есть страны, где паводки, то есть, все это в общем-то, проблемы, связанные с климатическими условиями. Тоже эти проблемы никто не отменял. Ну, естественно, загазованность, выбросы нефтепродуктов, вот и многое, многое другое. Помимо проблем с эксплуатацией, также есть проблемы именно в строительстве дорог. То есть, чтобы построить вроде бы обычную дорогу, это целый комплекс мероприятий по вырубке леса, по снятию плодородного слоя почвы, создание такой специальной подушки. А если это гористая местность, то это еще сложнее. И стоимость таких дорог доходит до десятков, а то и сотен миллионов долларов за километр. То есть, это очень трудоемкое, очень дорогое мероприятие. Ну, естественно, тоже, чтобы переехать где-то через реку, где-то через холмы, враги. То есть, это тоже, получается, конструкции довольно массивные, неэффективные. Ну, и, в общем-то, это те самые проблемы, такие ярко выраженные проблемы, которые существуют на сегодняшний день, которые так до сих пор и не решены. Ну, уже есть идеальное решение. Вот, оно уже действует на территории Беларуси, оно уже строится на территории Арабских Эмиратов. Ну, это струнная транспортная система Юг-Скай. Почему струнные? Есть струнный рельс, снаружи он вроде бы как обычный прямоугольник, но внутри у него есть струна. И, в общем-то, эта струна и позволяет делать рельс очень длинным, если надо, гибким и очень прочным. Ну, и, в общем-то, вот такие вот ажурные красивые конструкции. Вот это пролет длиной 400 метров, можно пройти через многие препятствия, то есть над домами, над оврагами, над полями. В общем-то, экономия и места, и пространства, не заслоняя солнца над головой. То есть, в общем-то, такие вот красивые ажурные конструкции. Ну, естественно, очевидно, что перемещение над землей обладает рядом преимуществ. Вот, и, естественно, нет необходимости портить каким-то образом ландшафт. То есть, как он в первозданном виде, как он был, так и остается. И мы просто транспортную систему прокладываем над землей, идеально ровно, идеально гладко. Вот, ну, и, в общем-то, отсюда вытекает ряд целых преимуществ. Есть три разновидности струнных транспортных систем Юницкого. То есть, это есть жесткая, как мы видим, где можно ехать и сверху, и снизу, полужесткая, где можно ехать снизу. Вот, и снизу мы видим такую гибкую структуру, она на большие пролеты. То есть, в принципе, для преодоления довольно больших дистанций, оврагов, рек и так далее. Дальше. Вот пример станции и жесткой струнной транспортной системы. Она уже реализована в Марьиной Горке. Снизу мы видим городской вид транспорта, сверху мы видим тоже городской, только уже высоко скоростной, до 500 км в час. Вот сама станция является пересадочным узлом, где можно пересесть с городского вида транспорта на междугородний, высоко скоростной. Ну, либо покинуть станцию и подвинуться уже по своему другому какому-то маршруту. То есть, вот пример станции в Беларуси. Это по пару фотографий тоже сделано прошлым летом. Есть целых уже 12 видов подвижного состава, которые были успешно протестированы, изучены, то есть, и в принципе представлены для потенциального заказчика. Автором струнной транспортной системы является Анатолий Эдуардович Юницкий, который посвятил всю свою жизнь изучению транспорта. В общем-то, написано огромное количество книг и проведено огромное количество экспериментов, и получено патентов. Вот книга, вот эта книга, в частности, инженера, она продается даже сейчас в интернет-магазинах. Вот мне тут на днях один из партнеров наших спрашивал, где можно такую книгу взять. Вот я забил в гугле. В общем-то, очень много магазинов, довольно-то немного. Самый простой – это Озбай. На Озбай можно заказать. Вот, и книжечка будет с доставкой, либо без доставки, то есть уже, как выберите, можно почитать всю историю развития струнных транспортных систем. Вот пару слов про эффективность, почему струнная транспортная система – это идеальная транспортная система. То есть, ну, и все начинается здесь все с аэродинамики. То есть, аэродинамическое сопротивление, оно почти в 10 раз эффективнее, чем у обычного автомобиля. Ну, и, в общем-то, все это создает как раз-таки и экономию, и скорость дает передвижение, и комфорт, и так далее. Ну, и раньше спрашивали, насколько это опасно, не опасно передвигаться по вашим струнным транспортным системам, по струнным рельсам. Вот, ну, есть сбоку вот такие вот специальные колеса, поддерживающие, в общем-то, которые позволяют крепко держаться транспортному систему, транспортным средством на путевой структуре. Вот, пару слов еще про эффективность топливную. То есть, если перевести, так как это электромобиль на стальных колесах, то можно перевести электричество в привычные нам литры на километры с точки зрения энергии. Вот, и получается, что, вот, если возьмем слева юнибус вместимостью 14 человек, ну, по сути дела, это обычная маршрутка по вместимости, то расход топлива здесь идет 0,12 килограмм на пассажир. Ну, грубо говоря, 100 грамм на пассажира. То есть, если взять перерасчете на 14 человек, грубо говоря, это полтора литра на всю маршрутку топлива. Вот, ну, таких показателей нигде нет, в общем-то, в обычных автомобилях, ну, такого просто нет. Ну, в дизеле там 8-9 литров, 10. Вот, ну, в общем-то, эффективность тоже здесь высокая. Вот, ну, и, в общем-то, все это так вот суммируя, можно подвести итог по капитальным затратам. То есть, стоимость строительства труны транспортной системы выигрывают. То есть, зелененькие мы видим здесь. То есть, это самая, в общем-то, дешевая транспортная система. Эксплуатационные расходы, то есть, стоимость эксплуатации тоже самые у нее низкие. То есть, нет необходимости там чистить ее постоянно, там, ухаживать каким-то образом, латать дыры, как в асфальте ежегодно. То есть, она тоже эксплуатационные расходы минимальные. По расходу энергии мы посмотрели, что тоже минимальные. То есть, в общем-то, она выигрывает все остальные виды транспорта. По пропускной способности при этом она максимальная. Вот, то есть, это может быть даже эффективнее, чем в московском метро, к примеру, или Минском. То есть, за счет и количества опускаемых кабинок в минуту, вот, и за счет размера их и так далее, и так далее. Вот, по загрязнению окружающей среды тоже здесь загрязнение минимальное, потому как это электромобиль на стальных колесах. То есть, нет ни выхлопа, нет выбросов из-под шин. То есть, тоже здесь все очень хорошо. Транспортная аварийность минимальная. Ну, здесь элементарно за счет того, что поднято транспортное средство над поверхностью землей. То есть, нет пересечения ни с животными, ни с людьми. Ну, и, в общем-то, это обеспечивает очень высокую транспортную безопасность. Вот, ну, таким образом мы можем суммировать, что транспортные системы U-Sky это самый, на сегодняшний день, совершенное транспортное средство. Ну, в общем-то, которое уже принципиализовано. И сейчас дело за малым это внедрение в конкретных точках, в адресных проектах и масштабирование по всему миру. Есть, как уже было сказано, целая линейка транспортных систем, транспортных видов транспорта для разных условий. То есть, это и легкие для горных условий, и для города, и для межгорода, и высокоскоростные. То есть, в общем-то, под разную загрузку, под разные задачи есть разные виды транспорта. Также есть решения для грузовых перевозок. То есть, это и сыпучие грузы, и перевозка контейнеров. И вот хорошая картинка, где мы видим на белорусской экотехнопарке, где мы видим сразу несколько видов транспорта. И сверху, и снизу, и вдали. И жесткая, и гибкая, и полужесткая. То есть, в общем-то, все виды разновидностей и путевых структур, и подвижных составов. Ну, и, естественно, было за огромное количество сертификата получено, наград. В общем-то, такой долгий путь, многолетний путь. Путь защиты. Ну, в общем-то, огромное количество дипломов, патентов, работ, и научных работ. Ну, и, в общем-то, где-то кто-то защищает дипломы по этой тематике, где-то устанавливаются в связи с вузами, ведущими вузами стран. И уже раньше это было белорусские вузы, минские, там, брестские вузы, витебские вузы. Вот сейчас уже устанавливаются российские некоторые вузы. Вот сейчас устанавливаются взаимоотношения с арабскими. То есть, в частности, приезжала там и индийская делегация, студенты из индийской. Да, Елена, добрый вечер. Вот, так что, ну, такая работа со студентом ведется. И, кстати говоря, я защищал диплом в 2018 году, по-моему. Вот, и мне пришло письмо, вот, буквально неделю назад о том, что, если есть желание, можно поучаствовать в комнатах именно дипломных работ. Вот, ну, и потом лучшая дипломная работа тоже награждается, вот, ее автор. Вот, ну, тоже есть целый перечень и тем, тематик на дипломной работе. И есть, в принципе, и свободный какой-то вариант. То есть, тут, как бы, кому как удобно. Поэтому, если кто-то желает еще и защитить диплом, ну, или есть дети, внуки там, или близкие там, родственники и так далее. То есть, можно здесь, как студенту, поучаствовать в написании какой-то там дипломной, либо магистерской, либо докторской работы. Вот, ну, и вот буквально год назад ЗАО «Странтехнологии» получила свидетельство об аккредитации именно научной организации. То есть, это не только производственная, вот, но еще и научная организация. Вот, и, в общем-то, тоже здесь подводится небольшое такое достижение. То есть, работает больше, работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученое звание доцента, более 10 преподают в вузах страны. Вот, за 5 лет сотрудники опубликовали более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий. То есть, ну, в общем-то, такая научная работа, она ведется. Вот, ну, и, в общем-то, ЗАО «Странтехнологии» это одна из немногих. По-моему, такие, вроде назывались цифры, 9 компания вообще в Беларуси, частная, вот, которая получила статус научный. Вот, вся деятельность ведется довольно прозрачно. То есть, ежегодно делаются аудиты, где выкладывается вся-все финансовое состояние. В общем-то, мы с вами регулярно это балансы с вами рассматриваем каждый год. Вот, ну, и, в общем-то, прошлый год уже вышли на самоокупаемость, что немаловажно. То есть, можно смело сказать, что белорусское предприятие, которое находится здесь, например, в Минске, оно само себя уже обеспечивает. То есть, инвестиции ему не нужны. То есть, инвестиции сейчас идут на другие направления. Так, ну, и вот головное здание в Минске, на железнодорожной 33. Девятиэтажное, уже в частной собственности здание находится. Здесь, в общем-то, собраны весь, так скажем, мозги компании. Дальше цех в Шабанах, где, в общем-то, находятся руки компании, где происходит сборка непосредственно подвижного состава. В общем-то, такая идет кропотливая работа над тем, что нарисовали инженеры на железнодорожной. Вот здесь, в Шабанах, это все уже реализуют в металле, в пластике, в стеклопластике. В общем-то, в конкретно, в живую все это реализовывается. И дальше, в Марьиной горке, в специальном полигоне, 36 гектаров, все это тестируется, ставится на рельсы, проверяется, демонстрируется. Ну и дальше находятся какие-то там доработки, дорабатывается. Ну и мы многократно уже видели, как что-то обратно отводится на доработку, потом проводятся заново испытания, вообще какие-то узлы меняются, то есть, ну, постоянно находятся в совершенствовании. Вот, ну и, то есть, сейчас реализовано 5 трасс, вот, ну и постепенно возобновляется работа над 6-й и 7-й трассой. Вот такая наша Санта-Барбара. Вот, и грузовая трасса снизу тоже потихонечку начинает возвращаться к данным двум трассам. Так, это что касается Беларуси. Дальше, Объединенные Арабские Эмираты. Вот, когда в 2019 году показали работоспособную систему в Беларуси, ее заинтересовались арабы и, в общем-то, предложили реализовать точно такой же Экотинопарк на территории Шарджи. Вот. Ну и, получается, Анатолий даже с удовольствием согласился, так как землю предоставили в, можно сказать, бесплатно в аренду. И, в общем-то, место потенциально очень интересное. То есть, по сути дела, Арабские Эмираты сейчас стали таким центром и деловым. И центром туризма, и центром финансовым. Ну и, в общем-то, довольно таким популярным местом, куда приезжают люди со всего мира. Ну и, в общем-то, мы сейчас посмотрим. Вот, в принципе, пару картинок, то, что было реализовано. Уже намного больше сейчас уже это сделано. Сейчас посмотрим, что есть. Ну и, в общем-то, в 2021 году было очень много репортажей на телевидении, вот, посвященным струнным транспортным системам. Это по всему миру. То есть, японцы приезжали, американцы приезжали. Вот, и репортажи были там на французских каналах, канадских. То есть, в общем-то, такой был довольно большой шум. Вот, потом все это плавно перешло в выставку экспо-2020 в Дубае, вот, посвященной 50-летию Дубая, где было еще больше внимания приковано к проекту. Вот, приезжали люди из Африки, из Индии, из Европы, то есть, со всего мира, посмотрели, что за такое чудо-транспорт. Ну и, в общем-то, более 100 правительственных и бизнес-делегаций. Вот, мы видим тут и Ганна, и Чехия, и Австралия, и Новая Зеландия, и Великобритания. То есть, в общем-то, делегации со всего мира приезжали как бы на экспо-2020 в Дубай, но заезжали, в общем-то, и сюда. Вот, Индия, очень много было делегаций из Индии. Вот, потом выставка в Дубае закончилась, была следующая выставка в Берлине, где уже представляли транспортное. Юскай представлял именно Министерство транспорта Дубая, вот, обозначив это тем, что данный транспорт находится в планах по внедрению на ее территории. В общем-то, ну и идет такая постоянная работа и с средствами СМИ, масс-информации. То есть, Олег Зарецкий очень красиво и так на своем бодром английском рассказывает про технологию, вот, и участвует, также, кстати говоря, он в различных выездах. Вот мы видим тоже картиночка такая интересная слева снизу. Это что вы знаете о пробках? Ну, в общем-то, мы с этим не так сильно сталкиваемся. Ну, вот, в Индонезии о пробках знают все. То есть, здесь пробка не то, что даже из машин, здесь пробка из мотоциклов. Ну, вот, в этой пробке, по-моему, стояли там чуть ли не полдня. Вот, там кто-то даже умер, там скоро не могла проехать. Ну, в общем-то, такие вот есть места, где с транспортом все довольно печально. Ну, и, в общем-то, в таких местах как раз-таки с удовольствием встречают такие решения, как U-Sky. Вот, также проводится, помимо прочего, участие в всевозможных форумах. Вот, пример тоже, U-Sky транспорт на мистерционном форуме. То есть, ну, в общем-то, такое интересное место. Ну, пока в Марины Горке у нас тут такое плюс-минус затишье. Вот, ну, в Эмиратах идет довольно активное знакомство с технологией людей со всего мира. Вот, ну, естественно, происходит обмен-контактами, происходит некое взаимодействие, то есть, сильные протоколы, договора. Тоже все это прорабатывается. Вот, ну, и, естественно, куда же... Ну, приезжают делегации, в том числе и наших партнеров. Ну, вот, тут привет Олегу Тарасову нашему. Вот, и вьетнамской делегации. Вот, так что движение идет здесь тоже интересное. Вот, дальше, переходя уже к таким немножко перспективам, к адресным проектам. Сейчас параллельно, вот, стройке в Марины Горке, параллельно стройке в Шарджи, параллельно происходит проработка адресных проектов. И вот, также вот, было предложено для Шарджи, сотрудниками нашей компании, сотрудниками U-Sky проект, маршруты, маршруты, возможно, маршруты именно для данного региона. То есть, вот, root option 1, там был root option 2, 3, то есть, было 4 проекта. В общем-то, такие проекты тоже предлагаются. Вот, они вносятся на рассмотрение. Вот, ну, и как вариант уже внедрения, они тоже рассматриваются. Вот, ну, пример тоже станции в городской среде, двухэтажной. Пример станции в загородной среде. То есть, мы видим здесь немножко другой уже подход. То есть, не маленькая станция, двух-трехэтажная, а такой небольшой небоскреб, вот, где уже пересадка происходит не на... Ну, здесь она происходит и на втором этаже, но также она происходит здесь и сверху, вот, на верхних этажах. Вот, и, в общем-то, получается вот такая вот интересная схема расселения. То есть, можно в рамках какого-то конкретного города, уже существующего, а можно делать такие решения уже в рамках междугороднего такого сообщения. То есть, ну, и, в общем-то, такой город уже, можно сказать, город будущего, вот, где мы видим, нет вообще дорог, то есть, мы видим просто станции, вот, и все движение происходит над землей, люди живут в таких вот частных, частном секторе, каждый на своем участке, то есть, ну, а башня, в общем-то, является таким центром деловым, то есть, там где-то какие-то магазины, кинотеатры, аптеки, вот, то есть, ну, именно центры, там, школы, поликлиники, то есть, все, что необходимо для обеспечения социального какого-то проживания, так скажем. Вот, ну, и перспективы линейных городов, ну, на самом деле, они колоссальны, то есть, это миллионы-миллионы километров дорог, это миллионы, на самом деле, неосвоенные территории, в общем-то, ну, и, ну, перспективы довольно большие. Вот, ну, и сейчас, переходя уже к этапу текущему, вот, мы находимся на пятнадцатом этапе, то есть, всего этапов пятнадцать у нас, мы уже на завершающем этапе, то есть, на финишной прямой, вот, ну, и, в общем-то, финишная прямая, это достроить уже у нас, получается, по сути дела, это 20 километров высокоскоростной трассы, то есть, это инвестиции уже, тут не 100-150, уже там меньше, но, в общем-то, ну, и, то есть, параллельно прорабатывается и адресные проекты, параллельно, вот, достраивать необходимо вот это высокоскоростное решение, параллельно достраивается контейнерное, то есть, в общем-то, тут еще процессы параллельно идут, вот, ну, так, в целом, план вот такой, вот, ну, и для, есть у нас заострованные технологии, где находятся непосредственно работники, есть Юскай Транспорт в Шарджи, где находятся тоже сотрудники, вот, а есть наши партнеры, наши активисты, инвесторы, вот, которые, в общем-то, поддерживают технологию уже на протяжении многих лет, вот, с 2014 года, ну, и в обмен на эту поддержку, вот, люди получают доли в компании, то есть, доли, инвестиционные доли в компании, которые, в общем-то, в дальнейшем, при успешном запуске проекта можно будет конвертировать в акции, ну, и, в общем-то, эти акции продавать на публичных биржах, вот, ну, и на этом зарабатывать. Каждый партнер выбирает для себя те условия, которые ему надо, кто-то выбирает, в общем-то, согласно со своими рисками, то есть, кто-то и финансовыми возможностями, кто-то выбирает, там, на пакеты на 100 условных единиц, кто-то на 200 условных единиц, кто-то на 1000, в общем-то, кто-то на 10 тысяч, а кто-то и больше. Вот мы сегодня посмотрим тоже пример одного из наших партнеров, который поддержал проект на очень значимую сумму, вот, и вот сейчас посмотрим в новостях, что же в итоге интересного ему, как его отблагодарили. Вот, ну, и почему выгодно поддерживать проект? Ну, в общем-то, это такой стартап, который решает массу, массу просто проблем, которые накопились в транспортной сфере. Это интеллектуальная собственность, это возможные пожизненные дивиденды от эксплуатации, данная транспортная система, это юридическая защита, это некое наследие для ваших детей, внуков, и, в общем-то, то есть, это, ну, такой, ну, естественно, при успешной реализации и запуске проекта, ну, уже, в общем-то, когда мы говорили про успешное, в 2014 году это была одна ситуация, вот, сейчас уже спустя 8 лет мы видим, что сколько уже было всего сделано, каких шагов, это уже сейчас другие совершенно риски, вот, но, тем не менее, при успешном запуске проекта, это потенциально выгодный проект, вот, который решает массу проблем, ну, и, в общем-то, люди, которым нравятся эти идеи, идеи экологии, идеи, ну, в общем-то, экологии, то есть, наверное, очень много людей, которые именно приходят сюда на экологию, на экологические аспекты, ну, и, в общем-то, кому нравится, тот в личных кабинетах регистрируется, поддерживает, вот, получает свои какие-то записи, вот, ну, и наблюдает за проектом, вот, ну, и сейчас, переходя уже к новостям, что у нас за последние две недели приключилось, ну, и, в общем-то, сейчас, так скажем, события происходят параллельно и в Объединенных Арабских Эмиратах, и параллельно тут у нас в Мариной Горке, в общем-то, ну, и вот у нас была очередная делегация из Непала, Замбии и Уганды, то есть, ну, не знаю, почему-то сразу из трех стран, возможно, как-то они решили объединить все три страны, посетили Центр тестирования сертификации USKY, эти страны относятся к развивающимся, и они сталкиваются с рядом транспортных проблем, влияющих на их экономическое развитие и качество жизни населения, ну, в общем-то, Африка, ну, и Африка есть Африка, тут понятно, что проблем у них хватает, вот, и я думаю, что хватает везде, вот, в транспорте особенно, ну, и, в общем-то, вот, что, какие, допустим, у них недостатки, то есть, ну, в плане транспорта, то есть, неадекватная инфраструктура, то есть, в принципе, недостаточное количество дорог, то есть, их мало, низкое качество дорог, то есть, это, ну, понятно, низкое качество, зависимость от автомобильного транспорта, то есть, там нету, допустим, каких-то других решений, там нету железнодорожного, нету какого-то альтернативного вида транспорта, то есть, все проходит по тем же самым дорогам, которые плохие, которых мало, и только, допустим, только автомобиль. Недостаточная доступность морских речных портов, тоже такой момент есть. Нехватка общественного транспорта, то есть, ну, допустим, личный транспорт, да, Может быть где-то есть, общественного не хватает, автобусов, недостаточная безопасность на транспорте, экологические проблемы, нехватка технологических инноваций. То есть, в общем-то, целый ряд таких комплекс проблем. Ну и, в общем-то, гости выразили искреннюю благодарность за увлекательную экскурсию по центру ИСКАИ. Стороны попрощались с обоюдной надеждой на возможное дальнейшее развитие ИСКАИ Транспорт на обширных африканских и азиатских континентах. Так. Дальше. Студенческий нетворкинг ИСКАИ Транспорт. То, о чем мы говорили, что происходит взаимодействие со студентами. Причем студентами не только у нас тут в Беларуси, но также со студентами там в Эмиратах. Была группа из Индии. Ну и в чем суть этого нетворкинга как раз таки? Ну в том, что они еще пока являясь студентами, приходят уже на действующие предприятия. Происходит некий обмен опытами, компетенциями. Ну и в общем-то сотрудники как бы уже наперед для своих студентов доносят то, как бы то, что требуется от студентов для трудоустройства. То есть какие навыки нужны от них, что от них требуется, чтобы, допустим, быть причастным к данному проекту с точки зрения инженерного такого участия. Ну и в общем-то вот такой нетворкинг, он вот как раз таки прошел за эти две недели. Ну в общем-то компания открыта для таких экскурсий. Вот поэтому, ну вот, если у вас есть студенты, то тоже можно, кстати, организовывать. Ну если здесь в Беларуси, то понятно, в Марину Горку можно попасть. Вот если есть где-то студенты на Ближнем Востоке, то можно организовать тоже такую вот экскурсию. Дальше. Параллельно у нас происходит успешное испытание сварных соединений на испытательной трассе номер 4. То есть, ну и тут мы же, кстати, как-то рассматривали и там и болтовые соединения, и там и конструкция. То есть, ну в общем-то здесь процесс сертификации идет не от обратного. То есть, когда уже все построили, потом начинают как бы разбирать и смотреть. Ну то есть сертификация, по сути дела, она происходит параллельно. Параллельно строительству идет сертификация. Построили узел, засертифицировали, построили, засертифицировали. И таким образом, получается, у нас нет необходимости потом возвращаться. То есть, уже когда готовый продукт, его разбирать на кусочки и сертифицировать. Здесь происходит параллельный процесс. И в общем-то все вот эти болтовые соединения, сверные соединения, все это сразу же сертифицируется. Ну и здесь, естественно, это качество сварочных работ, швы оцениваются, предел текучести, уединение на единицу прочности, твердость, трещины. Ну и в общем-то тут целые отчеты, кому интересно, можно посмотреть. В общем-то идет тоже параллельно такая работа на трассе номер 4. Дальше. Специалисты UST проверят параметры электрической и конструктивной безопасности Unilight. Ну вот наш уже, так скажем, долгожданный Unilight. Мы видим, он на картиночке пустой. То есть, он по-прежнему работает у нас в грузовом режиме. Вот мы уже ждем, не дождемся, когда он начнет наконец-таки перевозить пассажиров. Ну и вот как раз таки здесь видим, что мероприятия по изменению назначения транспортно-инфраструктурного комплекса Unilight с грузового на грузо-пассажирское идут в соответствии с графиком. В ближайшее время инженеры UST проведут испытания электробезопасности Unilight и подтвердят конструктивные параметры салона. То есть, ну в общем-то, сейчас, чтобы он стал пассажирским, надо пройти ряд испытаний. Ну вот, в частности, электробезопасность, надежность Unilight и отсутствие риска – ключевые показатели для нашего транспорта. Особенно, когда речь идет о пассажирских перевозках. Чтобы обеспечить электробезопасность Unilight, мы предусмотрели комплекс технических и организационных мер. Здесь мы опирались на стандарты для электрического транспорта. Ну, то есть, по сути дела, для трамвая и троллейбуса. И планируемые испытания должны подтвердить правильность заложенных нами решений, рассказал начальник конструкторского бюро электрооборудования Михаил Юди-Нок. Акцент сделан на пожарную безопасность также. Так, в электрооборудовании рельсового электромобиля применяются материалы и компоненты, которые не поддерживают горение и отвечают всем требованиям с заявленными расчетами. Тяговый модуль оснащен системой автоматического пожаротушения. Вот даже так. Все пожароопасное оборудование размещается в специальных метрических шкафах. Ну, и Сергей Кляус говорит, что на этапе тестирования для нас важно исключить любые потенциальные угрозы, которые могут нанести повреждения пассажирам. Ну, и, в общем-то, вопроса комфорта и безопасности не может быть компромиссов. Вот поэтому ждем, пока все это будет проверено нужным образом. Ну, и уже в каком-то скором времени, уже летом не получилось прокатиться, ну, значит, ждем, что будет запуск осенью. Так, дальше. Ну, и вот как раз-таки тот самый наш вьетнамский инвестор Гуен Пху Дин, который удостовелся им место на аллее славы проекта. То есть, ну, в общем-то, то, о чем говорилось, что есть наши партнеры, которые кто-то поддерживает на 100 условных единиц, кто-то на 200, кто-то на 1000, кто-то на 100 тысяч, а кто-то больше, чем на миллион. Вот, ну, и, в общем-то, все наши партнеры, вот, в олее славы, в общем-то, люди от миллиона долларов, которые поддержали проект. И, в общем-то, таким оказался вьетнамский инвестор. Вот, ну, и вьетнамский, давайте почитаем, вьетнамский крупный инвестор Гуен Пху Дин поддерживает проект с 2022 года. Он, как многие партнеры-инвесторы, мечтает видеть нашу планету вечно зеленой и здоровой. Гуен Пху Дин считает, что вклад каждого человека, включая его собственный, помогает приблизить достижение этой цели. По его словам, технология UST создана для того, чтобы менять мир к лучшему, а поддержка этой инициативы делает человека причастным к созданию экологичного будущего. Для партнеров SkyWorld Community увековечий собственный вклад в создание лучшего будущего – это не простые слова, а действительность, частью которой может стать каждый. Так что, новую поздравляем нас с еще одним таким памятником. Будем фотографироваться, смотреть в Марине Горке. За два года Ангуен Пху Дин сделал огромный вклад в развитие проекта за счет крупных вложений. Теперь на Аллее славы Беларуси установлен его памятник в полный рост, символизирующий значительный вклад Ангуен Пху Дин в популяризацию технологии Юницкого. В азиатских странах данный жест символизирует огромное уважение и демонстрирует неоценимый вклад у вековечного. Надеемся, что в будущем таких памятников станет больше, как и таких же энергичных и жаждущих изменить мир людей и партнеров. Так что поставьте ваши восклицательные знаки, там или десяточки, поаплодируем нашим вьетнамским партнерам, которые проделывают просто колоссальную работу уже на протяжении пяти лет постоянно на первом месте. И вот такие вот нас ребята достойны чести быть в Аллее славы, как крупные партнеры, инвесторы. Так, дальше движемся. Сегодня там Николай спрашивал по поводу Face of the Future. Он все еще, да, действует до 22 сентября. Так что если Николай у нас сегодня здесь, так, Николай не здесь. Но тем не менее, до 22 числа у нас еще Face of the Future действует. То есть это возможность увековечить себя, если не в бронзе, то хотя бы вот в такой вот велограмме. И, кстати говоря, вот есть вариант в бронзе, это понятно, есть вариант потолок уже, ну, в общем-то, варианта этого нет уже, он был, фамилии, те, кто поддержал до 2016 года, они есть фамилии на потолке. Но сейчас вот одно из интересных таких тоже возможностей из себя, так скажем, увековечить, это голограмма. Ну, это такая голограмма. Тоже фото, которое вращается, можно подойти вот так вот, как наши партнеры сфотографироваться, тоже такое символичное как мероприятие, но символичный такой вот образ, можно тоже принять участие. До 22 сентября данные пакеты действуют. Там с дисконтом 1 к 80, то есть хороший дисконт. Вот так, что в личных кабинетах все это можно посмотреть, забронировать. Есть возможность рассрочки. Так, ну и дальше. Также у нас в ближайшее время будет не заседание, а открытие премиум клуба. В Москве будет проходить мероприятие 20 сентября. Ну, в общем-то, где тоже будут собираться отдельные наши партнеры-инвесторы. Вот, это, в общем-то, крупные, те, кто стоят в премиум клубе. Ну, и, в общем-то, там тоже будет отдельная программа, где, в общем-то, будет такой, ну, и концертная, и ужин, вот, и мастер-класс Владимира Турмана, в общем-то, выступление Алексея Суходоева. То есть, ну, в общем-то, такое будет мероприятие в Москве. Это 20 сентября. Вот, ну и что у нас еще? Чат-бот, который поможет вам стать, узнать больше о роли активиста. То есть, также для партнеров вводится еще одно новое такое звание. Вот, есть наш партнер, то есть, тот человек, который рассказывает о проекте и, в общем-то, проходит весь путь от знакомства до инвестиций. А есть такое понятие, как активист. Вводится новое понятие, как активист. То есть, совершенно новая роль в сообществе Skyworld Community. Каждый партнер может им стать и получать определенный процент продаж, не участвуя в самих продажах напрямую. То есть, в общем-то, собираются просто контакты, передаются в отдел продаж, ну и дальше уже с этими контактами работают. Вот, ну а активист просто как человек, который дал первичную информацию, вот, собрал заинтересованных лиц, ну и, в общем-то, передал дальше проработку профессионалам. Что же такой вариант возможен? Вот, кому интересно, можно, вот, снизу ссылочка есть, svc-активист-бот. Можно поучаствовать. Также Skyworld Community ищет для потенциального сотрудничества блогеров, инфлюенсеров и людей, которые просто активно интересуются сферой социальных сетей. Вот, и хотели бы развиваться в этом направлении. Поэтому, ну, кому интересно вообще развитие в соцсетях, вот, кому интересны проекты, хочет, и хотел бы, допустим, популяризировать проекты в соцсетях, то можно также в кабинете найти эту вот новость, там, в общем-то, заполнить анкету и попробовать себя именно в соцсетях. То есть, такой вариант тоже возможен. Вот, ну, в принципе, на этом у меня все. Давайте я сейчас открою, такой вот мне понравился наш вьетнамский партнер. Олег, если ты на связи, выходи. И продолжим нашу беседу. О, что-то я как-то размыто. Наверное, камера немножко запачкана. Попробуй протереть. Да, что-то давно такого не было. Ну, ладно, сейчас попробую. Леша, спасибо огромное. Чуть-чуть громче, чуть-чуть громче. Сейчас нормально слышно? Угу. Посмотрим, можешь. Ну, все, отлично, да, все. Да, да, давно не встречались, да, интересные вот эти вот, действительно, вьетнамский инвестор. Действительно, вьетнамцы очень много вкладывают. Но вот я слышал тогда еще, что он инвестировал с женой и сказал, что вот если мы, ну, вложим миллион, там, допустим, да, вот это вот, типа, можно ли с женой мне? Ну, и сказали, что, да, ну да, и жене. Вот такую сумму. А, то есть ты его знаешь, получается, был с вами в Дубае, так понятно, да? Да, да, и такой вопрос был, и, в общем-то, вот так вот, он, в общем-то, супругов инвестирует, как и все мы, ну, большинство из нас, да, если семья, вот, инвестируют, поддерживают друг друга, вот, так что, не исключено, что вместо Анатолия Эдуардовича рядом будет стоять, также руку положа, его супруга. Ну, вот такая вот есть, скажем так, наверное, тенденция вообще. Да, мир меняется, мир очень быстро меняется, действительно, очень много энергии положительных, отрицательных, да, в общем, вихрь энергии, вот, и, конечно же, очень этот транспорт нужен, но, конечно же, он является прорывным транспортом, и, наверняка, многие виды транспорта останутся просто далеко позади, поэтому идет большая конкуренция, всячески пытаются, конечно, приостанавливать, вы даже знаете, что вот сегодня с одним партнером разговаривал, а что, как, я говорю, в Германии даже было представлено USKY, UST, именно как дубайская вот компания, то есть представлял именно дубайская RTI, вот, Министерство транспорта Дубая, вот, поэтому сейчас вот такая тенденция, но я говорю, что мир меняется очень сильно сейчас, посмотрите, вот, страны Африки, скажем так, сбрасывают в себя иго, да, колониальное, допустим, да, прошлое, вот, кто-то сейчас, кто-то, ну, наверняка знаете, вот в Нигере почему вспыхнуло, потому что Франция, которая свою энергию качает с атомных электростанций, закупала в Нигере по 11 долларов, вот этот килограмм этого урана, хотя на рынке он 250 долларов, да, ну и вот, в общем-то, произошло то, что произошло, но к чему я говорю, что транспортные, вот эти вот артерии, они нужны новым развивающимся странам, и поэтому я думаю, что Нигерия там рядом, да, вот Нигер и так далее, конечно, когда поутихнут вот эти вот военные страсти, наверняка транспортом тоже заинтересуются, потому что деньги, которые, допустим, надо вкладывать, допустим, в железные дороги, в автодороги, в автострады, они несоизмеримо больше, нежели транспорт Юницкого, тем более и по эффективности транспорт Юницкого, как когда-то выразился Владислав Волков, вне конкуренции, то есть это транспорт, который на данный момент, он самый выигрышный по всем направлениям, и экологический, и скоростной, и безопасный, и дешевый, если брать по отношению с другим, поэтому, конечно, я тоже думаю, в Шарже, когда только будет вот это вот два с половиной километра, когда будет сертифицировано, именно трасса уже сертифицирована, даже когда мы были уже, она была сертифицирована, да, потом вот уже, сейчас вот эти вот караты, вот эти вот юнибусы, да, сертифицируются, и как только они проедутся, скоростью 150 километров в час, конечно же, это будет, я думаю, трасса будет продлена, и возможно, уже пойдет сеть вот этих вот дорог по Шарже, потом дальше, там может быть, Рассельхайма, там тоже сам шейх приезжал, ну, в общем, как я говорю, что кто не следит, то знаете, что работа ведется очень сильно, и во Вьетнаме, в Латинской Америке, и в Индонезии, и вот, когда еще была группа из, скажем так, представителей, вот, активных, активных партнеров, вот моя сестра приезжала, мы встречались в офисе с Надеждой Геннадьевной, и она тоже была в большом, приводитом настроении, вот, потому что сказала, что была московская делегация, которая прошла успешно, ну, в общем, поэтому я говорю, что это, знаете, как настолько много событий происходит, но сейчас, действительно, чтобы не говорить и не писать много, есть такое выражение, да, что вот счастье и деньги любят тишину, но вот именно такой вот, скажем так, проекты, они тоже, наверное, можно сказать, любят тишину, вот, так, чтобы не сглазить, чтобы не сбить, чтобы конкуренцев, скажем так, не активировать, чтобы они, скажем так, не знали, поэтому, возможно, вот так вот, можно объяснить, такое вот, ну, может быть, не слишком такие, вы знаете, события, когда там уже поехал, там все едет, но едет тихо и спокойно, да, как кошка подкрадывается к мышке, так вот, она не кричит, так что я вот так это вижу, вот, поэтому, Леша, спасибо большое за новости, давно не виделись, не слышались, вот, я думаю, что хоть, скажем так, возможно, сейчас еще лето продолжается, у нас замечательно, но я думаю, что люди, скажем так, успеют, может быть, еще запустить наш транспорт, что мы уже поедем, даже вот, чуть позже, на транспорте, в Мариной горке, и успеем еще прокатиться по такой замечательной погоде, вот так, ну, в принципе, все хорошо, все развивается, конечно же, хочется уже, таких, знаете, открывать шампанское, но я думаю, что это, скажем так, не за горами, хотя я говорю, что ждем официальных новостей, вот, у меня все, Леша. Ну, я могу, вот, как в 2016, по-моему, году мы ждали запуска юни, маленького нашего юнибайка, вот, тоже тогда, только-только все появлялось, и Анатолий Леонидович пообещал, что будет запуск осенью, вот, ну, все ждали, когда же, когда же, ну, в общем-то, запуск юнибайка состоялся, то ли 29-го, то ли 30-го ноября, то есть в последний день, то есть слово сдержали, осенью, да, так что, возможно, тоже, ну, осенью, да, осенью, да, дождемся, вот, ну, и традиционно 30-го ноября поедем кататься, может быть, такое. Возможно, и так далее. Потому что сертификация тоже процесс такой, ну, я так понимаю, что длительный, то есть здесь транспортная система новая, вот, то есть могут быть какие-то дополнительные там мероприятия, там, какие-то там, может быть, припоны, может быть, надо быть согласование делать, Могилевский проект прорабатывали, то там и с Авмином была переписка, то есть и с Министерством архитектуры была переписка, то есть, ну, вообще-то такой, ну, как бы, довольно, да, или написал, что был первый снежок, и Unibike поехал, так что, может быть, также Анатолий Дородыч обнимет Unibike наш Light, вот, и, да, сейчас секундочку, фоне, первая снежочка. Секундочку, Леша. Угу. Тут еще Лена спрашивает, Ленинградская область, ну, пока по Ленинградской области ничего не было слышно, то есть, ну, как-то вот новость-то проскочила, вот, ну, и больше по этому поводу новостей не было, по поводу Ленинградской области. Вот, ну, тут тоже, знаете, когда мы были с Олегом, смотрели деток, детками ездили на экскурсию, то есть, Анатолий Дородыч тоже обмолвался, что мы ни за кем бегать не будем, то есть, мы показываем, что у нас есть такие возможности, а вы, если хотите, то приходите. Вот, поэтому, ну, возможно, допустим, в Ленинградской области показали, вот, кто-то там, как-то, но, но, в общем-то, ни за кем не бегаем, поэтому, может быть, где-то что-то, какие-то моменты стопорятся, то есть, ну, тут уже, как есть. Так. Что-то у нас тут еще. Ну, вопросов больше нет. Так, по гумусу, по гумусу, у нас, в принципе, сейчас собралось, мы планировали провести встречу, по гумусу. Сейчас у нас уже, в принципе, есть все презентации, есть очень много материалов, вот, и я думаю, что мы ее проведем в следующий понедельник, в 20.00, в такое же время, то есть, мы просто сделаем еще одну дополнительную встречу, потому что, я думал, сделать пару слайдов сегодня, ну, как бы, наверное, пару слайдов, и здесь, ну, просто бы у нас не хватило времени, поэтому мы сделаем отдельную встречу, скорее всего, что она будет в зуме, вот, в следующий понедельник, 20.00, или там уже поговорим про конкретно про гумус, потому что здесь тоже это целый такой пласт информации, вот, уже есть все презентации, в принципе, есть все материалы, ну, и мы уже тогда с вами отдельно все это проговорим, ну, как обычно, то есть, по понедельникам, чтобы уже не менять традиции, вот, так что, на следующей неделе, да, поговорим про гумус. Вот, и ждем гумус в октябре, ориентировочно, в личных кабинетах он появится, ну, как раз мы к этому времени о нем уже обсудим, не будем какую-то информацию иметь. Хорошо, Леш, тогда, в общем-то, все. Все, тогда, рад был всех видеть, давно, как говорится, не виделись, уже, скучаешь, уже, три недели, грубо говоря, у нас пауза была, поэтому, всем спасибо за внимание, спасибо за ваши вопросы, до новых встреч, да, Таисия, спасибо, Елена, благодарю, всем, всего доброго, пока-пока. Да, Валентина, вам спасибо. Ольга, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok